Ну что, такое событие. Только что у меня один товарищ, гражданин Эстонской Республики, на эстонском языке, мне говорит, что это провокация, это финансировано Москвой. Чего вы возмущаетесь здесь? Идите возмущайтесь на Украину, Москву, на Красную Площадь. Я ему сказал, это ваше мнение, если хотите, идите на Красную Площадь. А теперь что я хотел сказать. Я тоже начинала в Киеве паркинг, тут рядом 10-15 человек. Так что всякие разговоры мало, много, тем более, по закону, необходимо отмечать, сколько участников марша. И было запланировано. Так что не надо здесь нам самим устраивать провокацию со стороны либо обывателей, либо даже СМИ. И что самое прискорное, русскоязычность. Меня просто поразило интервью Олеси Лагашиной на странном ЭТВ Плюс с нашим организатором мероприятия ЧИУЛИК. То есть такой пошлость, такого отношения к проблеме мира во всем мире, это трудно себе представить. То есть людям, журналистам, которые считают, кстати, доктор наукор, им не стыдно выходить в эфир и упрекать людей, которые хотят мира. И это идет через средства массовой информации, потоков. А потом они удивляются, а почему народ так? А потому что вы запугались. Мы знаем эти пикеты с ночного дозора. Люди боялись, потому что теряли работу, теряли положение в обществе. Это все известно. Это происходит в демаркатичном государстве. И когда мне говорят, а вот в России, я говорю, так вот поезжайте в Россию, а мы живем в Эстонии. Мы хотим жить в Эстонии именно так, как право-глашена Конституция, а не так, как захотела какой-то элите или клики. Теперь второе. Вот говорят, чего вы боретесь, Россия тоже угрожает. Но цифры существуют, господа хорошие. Все знают, 52% вооружения в мире, это вооружение Соединенных Штатов Америки. 76% расходов НАТО, это расходы Соединенных Штатов Америки. Причем мощь сухопутных частей в НАТО выше, чем у России, на порядок. Тогда надо спрашивать, а почему Россия не может наращивать свои вооружения? Вот если бы сказали, что книзим свои вооружения, тогда было бы еще понятно, что упрекать Россию. И я вот нес лозунг, вот он здесь, я его выбрал специально. Извините, 27, около 27% населения Эстонии живет в относительной или абсолютной бедности. Четверть детей Эстонии не доедает или голодает. А эти люди, которые выделяют 2% вот здесь в этом доме, причем сверх 2%, и никто из них не смеет даже заикнуться и спросить, а сколько сверх? И за счет каких денег из бюджета? То есть я, они, вот правильно, вы недавно кто-то высказывал, вам не стыдно, богатые, жить в такой стране, когда рядом с вами дети голодают? А в это время деньги на танки, на ракеты, уже о ракетах говорят. И последнее. Я давно выходил из этой идеи, когда еще Ленард Мерри говорил о Всемирном Конгрессе непризнанных народов, малых народов, идея провалилась. Ну, естественно, я тоже слушать никто не захотел, потому что это противоречило линии элиты, этнократической Эстонии. Почему Эстония не прогласит себя абсолютно нейтральным государством? И найти поддержку в Организации Объемных Наций, чтобы все страны, а в первую очередь страны-соседи, подписались под актом о ненападении на Эстонию. И Эстония могла бы освободиться от военных затрат. Этих влачастных 2%, которые... Это очень большая сумма. Сейчас в Боничной Кассе не хватает 3%. Боничной Кассе. То есть, ребята, если вы хотите мира, тогда и говорите, что вы видите мира. А если вы говорите, что хотите мира, но на самом деле готовитесь к войне. К войне, которая сметет Эстонию с карты земного шага. С политической карты. Как Финляндию, как Ленинград, Петербург, так и Стокгольм. Одна бомба между Таллином и Кельзингом. Еще в советские годы говорили. Так думают эти люди. Если думают, то у меня вопрос, чем они думают. Спасибо.